Прежде всего хочу сказать огромное спасибо вам за то, что вы нажали именно на это видео. Потому что в последнее время развилось очень много фейков по поводу того, когда же все-таки Fortnite вернётся на iOS-устройство. По-типа УУУУУ, Fortnite вернётся на iOS через две недели! Хорошие новости! Хм, благодаря этому инфоповоду некоторые себе карьеру делают. Но на этот раз можете не беспокоиться, потому что вы попали на единственный и самый крупный канал по Fortnite Mobile во всём СНГ. И сегодня, без всяких там кликбейтов и обмана, я вам расскажу полную ситуацию, то есть картину происходящего войны Apple с Epic Games. Когда же всё-таки снова мы увидим Fortnite в нашем родном App Store и при каких условиях его вернут? Ола, амигос, на связи Матвей. Прошу прощения, ролик по-другому я никак начать не мог, потому что сейчас развелось столько фейков и кликбейтов по этой теме, что я уже боюсь, что люди просто не будут кликать на это видео, под угрозой того, что это очередной байт на просмотр. Ну ладно, я уже всё высказал в самом начале, так что сейчас думаю не затягивать ролик. Единственное, что могу сказать, это обязательно подписывайтесь на этот канал под названием Motivcar, потому что здесь вы найдёте единственный и самый лучший контент по Fortnite Mobile во всём СНГ. Также не забывайте про наилучшую поддержку меня и на мой тегавтор Motivcar в вашем ждёмном магазине Fortnite, смело водите и покупайте исключительно с ним. Делайте скрины ваших покупок с моим тегом и добавляйте их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ссылка в описании. Ну а если у вас нет ВК, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем дискорд сервере, ссылку на него вы тоже найдёте в описании. Таким образом вы можете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Также не забывайте, что теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео. На этот раз огромное спасибо 044 Шадику, тому самому парню с непонятным никнеймом и М. Микки Джи Джи. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а теперь предлагаю приступить к сегодняшней теме. Так, ну в своём предыдущем видео по данной теме я говорил, что следующее заседание суда будет в феврале 2021 года. Февраль уже прошёл и что у нас осталось по итогу? Честно говоря, я выразился не очень корректно. Ведь в феврале этого года должно было произойти не заседание суда Apple и Epic Games, а судья должен вынести был свой вердикт по этому поводу. Проще говоря, какой-то дядька, который руководит судебными разбирательствами Apple и Epic Games, должен был сказать, что делать дальше. И сейчас вкратце постараюсь объяснить, какой вердикт он вынес по этому поводу. Он отметил, что 30% комиссия это отраслевая ставка, о которой Epic Games замалчивает. Ровно столько же необходимо отдавать Microsoft, Sony, Nintendo, Google и другим компаниям, где предусмотрены внутриигровые покупки. Также судья отметил, что Epic Games знала заранее о возможных последствиях, о чём я, кстати, неоднократно говорил и целенаправленно пошла на это. Вспомните рекламную кампанию, которую запустили сразу же после подачи иска. Ну типа это вот Free Fortnite, Apple плохие, долой монополию и так далее. Кстати, что касается монополии Apple, о которой говорит Epic Games и другие компании, как бы судья указал, что правила магазина практически не менялись с момента его создания. Epic Games это никак пока что не прокомментировало. Да уж, как-никак, но вот игнорировать проблемы Epic Games явно умеют. Это что касается и войны с Apple, и оптимизации игры на Android устройствах, и прочего всякого другого дерьма, который они никак не могут нормально пофиксить. А вот как добавить новую стадию разлома нулевой точки на карте? Пффф, да, это мы умеем. Теперь давайте перейдём к вопросу, когда же всё-таки Fortnite вернётся в App Store. Честно говоря, с непредсказуемостью Epic мы точно этого сказать не можем, хоть через год, хоть через два года, хоть через пять лет. Но зато мы знаем точную дату следующего судебного заседания, на котором закроют эту тему раз и навсегда. Fortnite нам не стоит ждать не раньше 11 июля 2021 года. Новое заседание запланировано как раз на эту дату, где будут уже присутствовать присяжные, которые и вынесут итоговое решение. И знаете, после этой новости я как-то уже мало верю в то, что Fortnite вообще когда-либо появится у нас в App Store. Типа, вы знаете же, как работает судебная система в Соединённых Штатах Америки? У нас в судебной системе решает, кто прав, а кто виноват, лично сам судья. Именно от его вердикта будет зависеть судьба какого-либо конфликта. А вот в Соединённых Штатах Америки у них другая судебная система, которая называется суд присяжных. У них кто прав, а кто виноват, решает не один человек, то есть судья, а определенное количество людей. Именно присяжные, это рандомно набранные люди, естественно, с жизненным опытом, которые будут давать вердикт какому-либо конфликту. Поэтому, кстати, у нас в России очень легко подкупить суд, потому что тебе придется заплатить за определенный вердикт только одному человеку, а точнее судья. А в Соединённых Штатах, если ты хочешь подкупить суд, тебе надо будет заплатить каждому присяжному. Выходит намного дороже. Ладно, ролик у нас не про коррупцию в стране, а про то, как даже Fortnite снова появится на iPad'ах и iPhone'ах. Главная проблема заключается в том, что Epic Games просто неправы. Я 300 раз объяснял, почему Epic Games неправы в данной войне, и я думаю, все, кто смотрит это видео, тоже прекрасно понимают, что Epic Games тут неправы. И я на все 100% уверен, что суд присяжных вынесет вердикт в пользу Apple. Ладно, давайте даже представим, что есть все-таки такие ярые фанаты Fortnite'а, которые кричат «Ой, Epic Games молодцы, Apple зло, а не верните Fortnite на iOS!» Вы понимаете, что присяжные в суде это всегда люди с опытом, обычно 40+. И я уверен, что ни один из присяжных никогда не играл в Fortnite, даже вряд ли знает, что это такое. И ему будет насрать на игру, на игроков, и он будет смотреть только на факты, которые есть в данном деле. Ну а если смотреть только на факты в данной ситуации, то я думаю, тут будет каждому понятно, что виноваты Epic Games. Соответственно, суд будет признан в пользу Apple, и им разрешат снова не добавлять Fortnite в App Store. Так что в таком случае, вернется ли Fortnite на iOS-устройство, будет зависеть только от Epic Games. Признают ли они свою вину, или дальше продолжат эту бессмысленную войну с Apple. Опять же, Fortnite может вернуться на iOS даже сегодня. Epic'ам всего лишь надо признать свою вину и принять условия для разработчиков в App Store. Они просто это специально не делают, потому что считают, что Apple монополисты, Epic Games правы, и вообще все плохие, кроме их самих. Опять же, я осуждаю Epic Games и призываю всех игроков, которым не безразлична судьба Fortnite на iOS-устройствах, тоже их за это осуждать. Когда будет 10 тысяч подписчиков на канале, я планирую отснять одно особое видео, которое будет иметь название под хэштегом SaveFortniteMobile. Хотелось бы создать некую движуху, некоторый флешмоб в сторону Epic Games. И в этом видео я хочу рассказать про настоящее отношение Epic'ов к мобильным игрокам, к мобильной платформе их игры в целом. Там я оглашу не только войну Apple с Epic Games, но также расскажу про печальную ситуацию, про оптимизацию игры на Android-устройствах, их конфликт с Google и многое другое. Хотелось бы получить большую поддержку не только от мобильных игроков, но также от игроков Fortnite на других платформах. Потому что чем больше охват у данной проблемы с Fortnite Mobile, тем больше вероятность того, что эпики как-нибудь заметят это и выслушают мнение игроков. Очень хочу, чтобы все было как прежде, чтобы мобильное сообщество было наравне с ПК игроками и с консольщиками. Потому что сейчас Fortnite Mobile в диком упадке, плохая оптимизация на Android-устройствах, нет на iOS и многое другое. Искренне надеюсь, что вы меня поддержите. И хотелось бы закончить это видео такими словами. Не стоит не ждать Fortnite на iOS-устройствах после июля 2021 года. Fortnite на iOS стоит ждать всегда и бороться за то, чтобы он вернулся. Огромное спасибо всем за просмотр, ну а по традиции с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.